Специальный условный сигнал говорит о том, что в здании учебного заведения обнаружен подозрительный предмет. Таков сценарий антитеррористических учений в 148-й школе. Учеников эвакуировали, территорию оцепили, оперативные службы приступили к опознанию предмета. По сценарию опасения подтвердились. На место вышла группа со специальным устройством, блокирующим возможную детонацию. Подобные учения прошли сегодня по всей стране. На практике были отработаны действия работников, обучающихся и сотрудников охраны при террористической угрозе. Только при прохождении обучения дети имеют возможность понять, как они должны поступать в той или иной ситуации. Поэтому это очень важно. У нас есть разные сценарии. Сегодня мы отрабатывали два сценария с кодовыми словами. В школе был развернут оперативный штаб с участием городского департамента образования и силовых структур. Все действия отрабатывали по реальному сценарию. Специалисты оценивали организацию процессов, правильность и четкость исполнения задач, скорость реагирования. По результатам подготовят рекомендации для сотрудников всех школ. Благодаря грамотным сплоченным действиям сотрудников и персонала учреждения, без суеты, без паники, была проведена эвакуация. Штаб за этим наблюдал. После чего штаб собирается, рассматривает действия, указывает на недостатки. Ну, в принципе, завершено все успешно. Когда условная чрезвычайная ситуация была предотвращена, школьники смогли вернуться к своим занятиям, выучив при этом очень важный урок, касающийся их собственной безопасности. Андрей Горгулинко, Валерий Майоров. События.